Добрый вечер, уважаемые Я просто разрываюсь буквально на части от тех эмоций, которые нам должен подарить этот матч Собственно, перенесенная игра, если я не ошибаюсь, с 7 числа Ну, в общем-то, с какого-то числа Na'Vi против Empire состоится сейчас Из-за того, что реплей не сохранился, да и в принципе было сыграно буквально 10 минут Без особого преимущества для той и другой команды Игра будет сыграна с самого начала Ну и для тех, кто еще не понял, это Шторм Студио Которая сегодня освещает Дота 2 Чемпионс Лигу Два матча Na'Vi И комментирует этот матч для вас Мэл Шторм и Лайт оф Хэвен Привет Ну что ж, великолепные команды у нас Na'Vi в своем новом преобразившемся составе Empire, которые тоже весьма и весьма хороши в последнее время И ждем лютые зарубы Более того, я хочу подчеркнуть Исходя из турнирной таблицы Empire и Hellraiser сделят первую строчку со статистикой 3.1 А дальше идут Na'Vi и Virtus.pro с статистикой 2.2 Но как наверняка вы все знаете, Virtus.pro распались То есть я жду вот анонса на самом деле от ВП Который должен был быть сегодня вечером А может будет на днях И там еще непонятно, продолжат они выступление на Дота 2 Чемпионс Лиге или нет Но тем не менее, хотел сказать то, что Na'Vi и Empire Занимают лидирующие позиции и битва у нас будет жаркой Да, обоим командам, несомненно, нужны победы И пока вот у нас и шли по пикибаны Очень интересный момент, то что сейчас команды поменялись раскладами Empire у нас начали набирать стиль Na'Vi Это Шекер с Магнусом Фактически два героя инициатора, которые в первую очередь могут делать только замес 5 на 5 А Na'Vi взяли себе Джиггернауту с Vengeful Spirit Которые сразу ударяются в лейтгейм и на забирание Рошанов Ну действительно, с этими героями Рошан падает быстро Да и ДПС очень хороший такой получается у Джаггера под Vengeful Да и в принципе, Джаггер пока здесь заходит довольно-таки неплохо Да, у нас пока обе команды сошлись на том, что SF в этом патче очень силен Особенно, когда команда создает для него пространство Может танковать, может комбинировать под его ультимейт И делает другие махинации, поэтому его решили отправить бан Ну а у Natus Vincere все по дефолту То есть убрали сигнатуру на Виспа Алохи Потому что Эмпайр с ним очень хорошо натренированы И нельзя этого позволять Ну а Тролль, я честно говоря, такая страта увидеть его в бане Потому что герой в этом патче слишком силен Особенно, когда выступают наши коллективы Да, ну Хвостевич что на Тролле, что на Джаггере жарит неплохо Но я так понимаю, забрать Джаггера здесь еще и очень хорошо Потому что тот же Чен в бане Нету вот этих вот крипов, которые его обычно контрят И пока что чувствует себя очень-очень здорово Также будет интересно посмотреть, как все-таки распорядятся Имперцы с Магнусом и Шейкером Потому что на Шейкере может сыграть как Алоха, так и Йоку На Магнусе как Йоку, так и Резолюшн И здесь пик очень гибкий Кстати говоря, Стутанал сделал прогноз на эту игру 1-1 Говоря, что конкретно с этими Na'Vi бороться будет совсем не так просто Как это было до этого Хотя, в общем-то, и с Ибахом Na'Vi показывали неплохую дотку Ну вообще, я могу сказать, что Ибах, он в принципе показал довольно-таки хорошую дотку Учитывая, что он попал в коллектив совсем недавно Он отыграл два матча Один матч он выиграл, один поиграл То есть все ровно И при этом он играл тоже против достойных коллективов Которые показывали на сцене хороший результат Поэтому я уверен, что Ибах у нас найдет себе достойный коллектив Вот как только, так сразу после Решапу Да, я немножко позволю себе такой небольшой рекламы На канале Na'Vi как раз вышел вот сегодня буквально вечером Новый дотаскоп, посвященный как раз-таки Ибаху Конечно, там анализировать было мне довольно тяжело Потому что играл он на Бристлбеке А на Бристлбеке ты как бы особо крутых мувов сделать не можешь Но зато тем лучше видна твоя позиционная игра грамотная Ну и сыграл он действительно неплохо А тем временем у нас Na'Vi забирают себе еще и снайпера Да, и лайт потенциал у них выглядит действительно дико Но есть такой один небольшой минус их героев Они очень сильно боятся дизейблов То есть вот конкретно Магнуса, Шейкера, снайпер и Джаггер Побаиваются с той точки зрения, что им нужно бить И ни в коем случае нельзя оказываться в стане Но при этом есть еще пока что огромный плюс Потому что есть у нас снайпер, до него добраться очень тяжело То есть разве что Магнус сможет прыгнуть на него с блинка Но учитывая, что перед снайпером будет вся его команда Это сделать сложновато И для Na'Vi единственное, что осталось сделать, это щит Потому что лейтгейм уже далеко Они по лейтгейму далеко впереди У них два сильнейших кэри в этом патче Которые закреплены в Vengeful Spirit Которые в любой момент способны спасти их Сейчас просто нужно набирать кастеров, нюкеров Которые вообще не требуют айтемов Каких-нибудь Рубиков Вот, например, Рубик у нас забанен Да, или других персонажей Сейчас мы увидим Ну вот, кстати, один из них Ему не нужны айтемы Он входит в драку, дает просто ульт И при этом он способен сдержать агрессию противника на ранней стадии То есть что против Шейкера, что против Магнуса Он им мешает своими змейками По-прежнему отметим, что у нас Дэнди на пике в исполнении в команде Na'Vi И, ну, Йоку, как обычно, на пике в Империи И это Медуза Да, у нас такое соревнование лейтгеймеров получается очень жесткое С одной стороны есть Джаггернаут и Снайпер И, в принципе, можно сказать, что Джаггер и Снайпер это те герои Которые с Медузой-то, в общем-то, могут потягаться Потому что Снайпер слишком большой радиус атаки имеет Джаггер имеет свой ультимейт Тем не менее, за счет пика Магнуса и того же Шейкера Я, кажется, лейтгейм, скорее, даже отдаю имперцам Я согласен, потому что сейчас мы видим, у нас будет размен тычками Вот Медуза, на самом деле, я не ожидал увидеть от имперцев именно ее Но Na'Vi, точнее, Empire прекрасно понимает Единственное, что им нужно сделать в этом замесе Это просто пережить бурст Джаггернаута, Снайпера И вот последний герой, которого они будут себе забирать Потому что потом Магнус, когда переживаешь проказ Он на 100% ультанет того же Джаггера Даззл спасет Медузу и она спокойно уйдет Плюс на ней натикает армор, который также будет в нее вешаться И сейчас Na'Vi нужно найти какого-то инициатора Который способен сломать вомбо-комбо То есть герой, который уберет либо Даззла из уравнения Либо Магнуса, либо Шейкера Лишь бы они не дали все свои нюки вместе Да, что-то действительно нужно с этим делать Потому что пик-то в этом плане страшный у имперцев Ну и ласт пик за Na'Vi Ласт пик за Na'Vi Бэтрайдер на самом деле был довольно-таки приятным гражданином Но Na'Vi решили немножко усилить агрессию Они понимают, что у Empire пока что слабоват в early game То есть они не сильно гангуют и такие дела И пикают Леона Делая вид на то, что будет у нас трипла в харде А Empire отвечает Эмбер Спиритом И это неслыханная наглость Потому что сейчас Na'Vi смогут просто идти Уничтожать их трипл лейн Ну вообще, конечно, Эмбер неплохо заходил до пика Леона Потому что контроля было не так много Но сейчас есть Леон, есть контроль Более того, это будет Кор Веномансера А не Саппорт Веномансер И действительно здесь пока что выглядит Все у Na'Vi довольно-таки неплохо Более того, скажу так, что Na'Vi Играли Саппорт Венгой и Леоном Буквально вот пару дней назад И сыграли отвратительно плохо И скорее всего Ну вот что следует в команде после такой игры Скорее всего какой-то разбор был И я думаю, что выводы были сделаны Такие ребята, как Габлак и Ванскор Они могли сделать очень хорошие выводы И очень серьезно исправиться в этой игре Но сейчас посмотрим У нас, кстати говоря, тут вообще Супер-кэрри потенциал в исполнении Империи Как мы видим У нас все-таки Да, он супер-наглый Он нереальный, я бы сказал То есть тут настолько суровый лейтгейм Что если каким-то образом они доживут на равных На сороковой минуте То даже непонятно, как это все убивает Потому что Медуза танкует, да? Эмбер Спирит накручивает Причем все это под Азлом и Магнусом И Na'Vi нужно агрессировать Ждательно пораньше заканчивать Итак, Резолюшн играет у нас на Медузе В соло, в позиции соло-мид Алоха Дэнс на Шейкере Йоку на Магнусе Ну вот то, о чем, собственно, и говорилось Что может он сыграть на этом герое Always Wanna Fly на Дазли И Эмбер Спирит у нас на нижней линии Ну, на самом деле Учитывая наличие Шейкера Здесь Na'Vi могут вниз даже даблу поставить И все равно дабла с веником будет слишком сильна Но, как мы видим, они ставят вообще 3+, Джаггером И это очень-очень круто Да, я вот пока расскажу, кто у нас на ком играет У Na'Vi Это ДК Фобос на Веномансере Ванскор Венжи Фол Спирит Хвост на Джаггернауте Габлак на Леоне И Дэнди на Снайпере Вот, хотел подчеркнуть то, что Веномансер 1 в 1 против того же Магнуса Он будет стоять идеально Потому что, что может быть лучше для тебя Если не милишник, которого ты можешь по кулдауну Харасить своим ядом И при этом, в общем, мять тычками То есть это вообще идеальный расклад И Эмпайр понимает то, что ни в коем случае нельзя позволять противнику Находить трипл лейн В итоге Йоко у нас отправляется в хард Предчувствуя, что здесь трипла А эти ребята ушли наверх Как бы в изи, но который на самом деле будет хардом для него В такой ситуации И кстати, пока Эмпайр ведут, потому что Нави об этом не догадываются Нави поставили вард, не увидели вообще никого снизу И это в первую очередь нужен намек Что раз уж они не чекали руну Значит наверняка они где-то сверху Вот сейчас посмотрим, как сыграет Фобос Очень осторожно играет Фобос Ну вот начинает немножечко подходить вперед Видит Сайлента Понимает, что Сайлента могут прикрывать И Фобос пока что стоит Его также увидели имперцы Но... Так, пошел выход Видит Фобос все абсолютно Его запирают Эмбер Спирит рядом И кажется Фобос все-таки здесь ошибся Да, его забирают Естественно, Виномансер на первом левеле ничего сделать не может Отличная игра от Империи Небольшое преимущество они получают Ну, а Магнус у них в легкой линии терпит И... Правда, вкачал он Скьюера Что интересно Да, и терпеть он будет идеально Потому что что Джаггер, что Винджи Фолл Спирит Они не могут особо никак ему... Не могут его как-то убивать То есть, разве что у нас Винга кинистанчик Но Магнус улетит на Скьюере А свою эксплу он будет получать Так как у него хорошие статы То есть, если Винга будет идти в размен Да, у нас есть 4 армора У нас есть щиток У нас есть приличное количество ХП Еще 7 танков, ласточка И все идеально для Империи Они пока что выигрывают вверх Параллельно Магнусу она стоит снизу Ну, и единственное Вот на меде, медузе, конечно Будет сложновато против Снайпера Тут многое зависит от Дэнди Как он на эту линию постоит Видим, что Нави понимают прекрасно Что снизу, в общем-то Бесполезно стоять Смотреть на этого Магнуса втроем Поэтому Леон перетягивается на топ И чуть-чуть усиляет верхнюю линию также Да, Хвост у нас делает великолепное решение Покупает Ордбух Веном и начинает И начинает мять Магнуса С той целью, чтобы в будущем Если он получит легкое преимущество Он бы мог нападать Ну, расправляться с этим Магнусом 1 Маскор понимает, что нужно так же уходить Потому что даже несмотря на то, что у вас двое Опускать Магнуса это не супер жестко И нужно нападать Нападать либо на Медузу, которая у нас на ранней стадии Слишком уязвима Либо на Эмбер Спирита И пока вам скор в позиции Такой позиции то, что Алоха Дэнс Прекрасно понимает, что должна у нас происходить атака Просто сэвит Медузу И Эмпайр в очередной раз выигрывает Майн Геймс Против своего оппонента Эмпайр лидирует Да, тут ничего действительно Нави не удается придумать в начале Никакого преимущества получить А лейтгейм потенциал у них в разы слабее Учитывая особенно ласт пик Эмбер Спирита И так было все хорошо Но Эмбер еще добавит как раз таки силушки Но, тем не менее Будет еще возможность у Нави в этой игре Показать силу своего пика Ну и пока что, я так понимаю Они решают вообще оставить хвоста одного Да, хвост остается У него достаточное количество регенов У него есть Пурман Шилд Стоит он, видимо, довольно таки уверенно Ну, по Крепстату видно, что у него все хорошо Но, в принципе, опять же, ровная игра Она здесь скорее на руку имперцам Потому что они взяли пик себе понаглее Да, в итоге что мы видим? Мы видим то, что у нас ребята блестящим образом Перетягиваются наверх Есть у нас и Фобус, уже и Леон, и Винга на месте Они стоят втроем И вот теперь ответ за Эмпайр Потому что Эмбер Спирит даже несмотря на то, что Он уже четвертого левела Но все равно против трех ренджей Ему воевать неприятно И при этом снизу Джиггернаут продолжает Мять Магмуса Вот, на... Смотри, как вард поставили Вот буквально пиксель какой-то отделил здесь Нападение опять на Фобуса Фобуса очень больно Захиливают и не успевают помочь саппорты Да, Фобусу нужно здесь было играть чуть аккуратнее Видя, что саппорты отошли В такой ситуации еще и Габлак мог бы встрять Но Габлак отсюда отступает 2-0 в пользу Эмпайр пока что Да, на самом деле я удивлен Я удивлен то, что в первую очередь Ребята пока что у нас не используют силу трех ренджей Потому что по отдельности Эти герои не очень хороши То есть Виномастер работает хорошо только с кем-то Особенно в такой комбинации Потому что как ты даешь станчик Ты начинаешь бить И ни в коем случае Эмбер Спирита С щитом не подпускаешь При этом моментально сбивая его Но сейчас мы видим то, что Нави нагляет и Эмпайр их за это наказывает Причем очень жестоко наказывает Так что Эмбер Спирит у нас уже очень скоро будет пятого левела А там будет и шестой И попробует ему что-то сделать Виномастером третьего левела Виномастер ушел в лес Да, оставляет двух саппортов подфармиться Сам при этом получает экспириенс в лесу Эмпайр понимает то, что нужно подфармить этих саппортов в ответ Потому что три героя, они больше чем два В итоге Габлака у нас забирают Гонятся дальше у нас за Ванскором Алуха Дэнс чудесным образом проедает дерево И продолжает Ванскор убивать Фобос у нас возможно понимает, что нужно помочь своей команде Но он этого решает не делать И в итоге забирают нас и Вингу, и Леона Ну скорее всего правильное решение было от Фобоса в такой ситуации Да, остается на самом деле большое количество крипов Я могу сказать так, что Эмпайр Несмотря на то, что у них два миличника За счет этих растяжечек, за счет всего остального Они просто снизу нападают на Йоку С Йоку выживают Так вот, они просто перебегали своего оппонента И теперь Нави оказывается в весьма непростой ситуации Им нужно как-то соперника наказывать А за счет чего наказывать непонятно Снайпер чуть-чуть выигрывает линию Медузы по крипам Но, как мы видим, довольно-таки серьезно просел здесь ПХП Более того, верхняя линия полностью осталась за Имперцами И сейчас еще и Шейкер выходит Может быть очень неприятно для Дэнди Выходит Дуза первый Очень хороший момент Очень хороший момент выбрали Импайр У Шейкера есть сапог Могут гнать снайпера до конца Вот только Алоха Дэнс этого снайпера находит Гонит его дальше Но тут подходит Габлак Габлак выбрал, на самом деле, очень хороший момент Для того, чтобы помочь своему союзнику Алоха Дэнс старается спасти у Резолюшн Переагревая на Сиа Тавер Но Дэнди Алоха Дэнс забирает Да Очень были близки к тому, чтобы смаком засейвить Но не получилось этого сделать Да, и Габлак, он оказался в нужном месте В нужное время 4-1 4-1 Фобос находит Флай У Флай есть крест Есть второй хил Ну и Фобос слишком слаб Он третьего левела В то время как Флай четвертого Здесь, конечно, Дазла никаким образом Пробить не получится И видим, что Эмбер Спирит Который, в общем-то, должен был терпеть По плану Нави Пока что имеет топовый Нетворс Причем так неплохо оторвавшись От ближайших преследователей А Эмбер Спирит, герой в начале игры Довольно-таки сильный Если набрал свой левел Ну если он сноуболится То я могу сказать, что на седьмом левеле Этот чит делает слишком много Потому что 500 демеджа фактически нету Почти ни у кого То есть даже если Винга с Леном его найдут Сейчас они его не пробьют И при этом Сколько у нас? С 60 урона в секунду Это... Ну это Попа Буэль То есть его сейчас вообще нельзя встречать Никому из игроков Нави Разве что вот Джиггернаут ему способен дать отпор И Эмпайр это понимает Эмпайр это понимает Начинает у нас двигаться на Тауэр Пушит активно Ванскор чувствует, что он здесь ничего не сделает Потому что Виномастер пока у нас фармит лес Ну и я хочу поздравить То, что на самом деле Решение гениальное Так как если твой противник уходит фармить свой лес То лучше всего его наказать за это В итоге у нас начинает забирать Тауэр И Нави ничего с этим не могут сделать Ну-ка Прожали глиф Интересно Ну это просто скорее глиф для того, чтобы его использовать Чтобы не сданали Тауэр Да, Сайлент в итоге у нас нажимает чит Бежит за Ванскором У него не хватает маны Может быть Йоку его помажет Но у Йоку нету ботла И Ванскор убегает Потянул так время здесь Ванскор Но нельзя сказать, что он что-то выиграл Вышку Нави отдают И самое время посмотреть на графики После 8 минут игры А вот графики, как ни странно, находятся в нуле И несмотря на то, что так давят-давят имперцы Нави-то, в общем-то, тоже использует своих героев для того, чтобы подфармливать Мы видим, что Дэнди чутка выигрывает линию Медузы Габлак оставляет ему ДДшку И Габлак здесь получает экспириенс на нижней линии вместе с Хвостом Хвост, кстати, тоже на полном фрифарме И тоже начинает вышку свою пилить Вот такая необычная ситуация, что на легкой линии Вышки у нас первыми подвергаются атаке Но интересная игра тактически, конечно Давненько мы не видели вот такой вот борьбы именно стратегии в начале игры Да, я могу сказать, что вот пока вот Ну, даже немножко пояснить, почему так происходит Что преимущество в Эмпайр не сильно растет Потому что все это время, пока у нас Эмпайр бегали сверху В это время Хвост, которому дали преимущество Он очень хорошо фармил снизу И вот сейчас у нас противостояние Хвост против Салента Так, жмет у нас вертушечку и спокойно отступает И все это время Хвост, он перекэшивал Магнуса Благодаря тому, что он просто там был там на фейзах На левеле И в итоге мы видим, что пока на Вище держится И держится довольно-таки классно Отдают фарм Магнуса Эмпайр Понимаю, что Магнусу все-таки артефакты нужны Потому что шестой левел это великолепно Но нужно побыстрее блинк и арканцы какие-то выносить А Резолюшн уходит в лес, который ему настахали И, в общем-то, здесь спокойненько фармит свои артефакты Продолжает Алоха с огромным количеством кларити И уже с Солрингом Не думаю, что они ему пригодятся в такой ситуации Но мало ли Видимо, вначале рассчитывал на более какую-то такую агрессивную линию Но ничего из этого не получилось Ну и Фобос наконец-то смог пофармить на лайне Видим, выходит, имеет шестой левел Транквилы Это, видимо, Аквила, да Ну, на самом деле, вот в такой ситуации Он мог, в принципе, и дальше фармить лес Потому что у него хорошо это получалось Он выносил свой фарм И часть другого фарма отдать с упортом Потому что мы видим, что фарм уже у нас перешел и Дэнди Вот так и получилось Потому что Дэнди фармит, а Габлаку отдали как бы мид Да-да-да, оставляя Габлаку мид Но есть еще и Венга, которая также требует левела В итоге Ванскор у нас пока бегает без шестого-десятого минуты Стоит сзади за хвостом Вроде бы прикрывая его Но Сален здесь себя чувствует очень хорошо У него барабаны, у него 928 хп Контролить его, кроме Леона, нечем А пока Леон стоит Точнее, уже у нас Леон перетянулся Стоял на миде, и вот он уже здесь То Эмберспирит в атаке Ну Сален-то сейвит Дазл, ко всему прочему И плюс у него есть реминант Поэтому Нави нужно все слишком круто сделать Чтобы чего-то здесь добиться Импайр продолжает фармить свои леса Такая игра получается не самая на самом деле активная Но довольно интересная У Йок могут быть проблемы Накатывается на Дэнди Йоку И Дэнди умирает Отличная перетяжка от Сайлента Вот только что он был снизу Уже перетянулся в мид Великолепная игра от кэри Команда Эмпайр Йоку выживает Дэнди забирают 5-1 И это отличный фраг Тем временем снизу может быть Удастся убить Флая Флай дает Грейв Да, на самом деле у них скорее всего это получится Флай просто выиграл время Заставил потратить противника маной И размен снайпер на Дазл По-моему это круто Учитывая то, что в миде еще страдает Тауэр И посмотрите, что делает Сален Сален то он понимает Что раз ли он снизу Можно пойти поискать веномансера Находит его в змейке Но из плюсов то, что он мешает веномансеру фармить И продолжает терроризировать его леса дальше Находит стак Начинает его забирать И как бы это смешно ни звучало Но когда Эмбер Спирит На такой стадии прессует веномансера То что же будет дальше Потому что все мы знаем Как Эмбер Спирит умеет нарезать А веномансер его основная сила Это на ранней стадии игры И пока, честно говоря Его загнали в угол Нет, ну в принципе Если она фармит Фобос может что-то здесь получиться Потому что веник-то Очень много урона дает своим ультимейтам Но пока что у него все действительно очень плохо И самая большая проблема нами В том, что Эмбер Спирит слишком силен У него слишком много хп Слишком большой уровень Для того, чтобы с ним можно было Что-то вообще в этой игре сделать Если он сам не ошибется Да, Эмбер Спирит Перетягивается Двигается по игре Очень осторожно Он забежал вражеский лес Сделал имитацию того Того, что нападаете И будет вам счастье В итоге, как только туда пришла Вингай Леон Он сразу убежал вниз И продолжил дальше пушить лайн В итоге Леон Зачем которого вообще в играх Это иметь быстрый 6-й левел Ему тяжело Потому что он до сих пор 5-го левела И не может сделать ничего Нашли Алоху Да, но здесь им тяжело на самом деле его забрать Потому что Шейкер кидает фисурку Просто забегает в лес Ииии... Да, он по-моему просто Пытается сделать телепорт Но... Ой-ой-ой Как ему сейчас повезло Буквально в последнюю секунду Чуть-чуть ванскора не хватило Для того, чтобы застанеть В итоге 5-2 Шейкер уходит По-прежнему у нас 7 фрагов всего-навсего За 13 минут игры Но преимущество Империи Оно увеличивается Это видно в принципе и по графикам Но я бы даже так сказал Если бы графики были абсолютно В абсолютном нуле Все равно бы Эмпайр Чувствовали себя лучше Просто не видно за счет чего Сейчас Нави вообще могут что-то изменить в этой игре Все полностью под контролем Эмпайр Они хотят нападать Они нападают Они не хотят нападать Они не нападают Формят свои леса Нави же не делают вообще ничего Им тяжело Да, но из плюсов на самом деле Можно отметить, что в любой момент Джиггернаут может забрать Рошана И при этом Всегда можно сделать суперганги Через Венгу Леона В итоге выходит вниз Смог разбит под вортом был Нужно, нужно отходить В итоге Салент Он на самом деле стоял И агрил их до последнего Они подошли В очередной раз находит Дазла Леон не дотягивается Хиксов И ребята уходят Да, Стан у нас мимо Салент еще думает Может быть напасть И на самом деле Не нападет Да, нападает на Ванскор Вам скоро у нас забирает Тут тем временем Хвост находит Алоху Но в ответ он встречает Резолюшена и Йоку И неужели отпустит Нет Дает все-таки РП Подходит сюда Салент Вяжет хвоста И это минус 2 Ну Смог был разбит На Варде изначально Поэтому Эмпайр Все прекрасно знали Прекрасно знали Что выход троих героев Еще так Немножко поиграл с ними Сайлент Ну и в итоге Минус кэрри И размен с суппортами Все в пользу Империи Абсолютно Ничего не могут Противопоставить На Ви имперцам Вот все что они делают Эмпайр либо читают Либо как-то предвидят Либо просто На Ви преследует Какая-то неудача И в итоге За всю игру Я честно говоря Не помню Ни одного Прямо такого Действительно Хорошего выхода От На Ви На самом деле Он будет Я могу сказать Что как только Винга с Леоном Получат шестые лвла Будет супер комбинация В виде свапа Плюс хекс То есть И Леону Не нужно идти Ну Не нужно палиться Или куда-то идти первым И тогда Можно будет Спокойно забирать Но пока этого нет Нужно ждать Нужно выжидать В итоге Габлак наконец-то Принял серьезное решение И решил у нас взять Снизу Тауэр Точнее в центре Левел Снизу тем временем У нас Сайлент Напал на Вингу И стянул сюда хвоста Винги еще стой У Сайлента маловато мана И Сайлент сейчас может Ну Не верит Что он один Такое ощущение Да здесь Ванскор слишком аккуратно сыграл Если бы пошел То сейчас Сайлент бы Скорее всего умер Я Я уверен Что ему очень страшно Единственное Кому не страшно Это Алохи сверху Пока его забрал Снайпер с веником Но я уверен Что им на самом деле страшно Потому что Они не видят Многих героев И при этом Тауэр рядом Они вообще ничего не видят Вот посмотрите На вижен команды На ви они видят только Вот эту речку Но снизу особо Ничего не видно Сайлент возвращается На реминанте Ему дают станчик Ой-ой-ой Как Джаггернаут Больно бьет с руки Сайлент в итоге уходит С трех ударов Практически все хп потерял Сайленту не стоит забывать Что Эмбер Спирит Это герой Который С физическим уроном Очень плохо дружит На любой стадии игры В принципе И даже несмотря на то Что Джаггер От него немножечко отстает Биться с ним Один на один Ну точно не стоит Тем временем У Фобоса могут быть проблемы Цепляют его фиссурой Йоку Йоку дает РП Будет ли вывозить куда-то Вывозит под тавр Нет до тавра не дотягивается Фобос дает ультимейт Получает ультимейт Шейкера в ответ Ну и забрали здесь Фобоса А тем временем Джаггернаут Нет это снайпер Под момом Пытается расстрелять Дазла Дазла живет Джаггернаут Во вражеском лесу Кого-то ищет Просто начинает его здесь фармить И Ванскор Который спрятался От Эмбер Спирита Очень интересные позиции Вот этот вард Который поставил Ванскор Он чуть ли не больше всего Видит из того Что видит Нави Из всех их вардов Выход на Сайлента И он видит при этом Любую подкрепу В очередной раз У нас выходит на Сайлента И Сайлент на реакцию Убегает Понимает то что Лучше в атаку не лезть Пока остальные герои Формят в этой игре Ну и слушай Пока с каждым секундом Эмпайр все Ближе и ближе Становится к Вот этим Ультимативной Способности своего пика Потому что Пока у нас Шейкера нету Он делает очень много Учитывая то что У него нет Блинк Даггера Но потом Он сможет просто врываться В того же Снайпера В того же Джаггернда И не выпускать из Тана И нужно Нави Постараться Вот до этого Блинка Что-то сделать соперником Согласен Да и более того Мы до сих пор в игре Не видим резолюшена Он что-то делает Что он делает Мы не показываем Потому что он просто фармит И когда-то он нафармит Свои 3-4 слота И Нави придется очень тяжело Ой-ой-ой Шейкер явно не ожидал В виде Finger of Death Подфиживает немножечко Алоха Нападение на Снайпера Снайпер будет ли Грейв Бежит дальше И Грейв не успевает дать Просто саппорты Империи Сейчас взяли Слишком много дамага Оказалось у Снайпера Очень ненужный такой подфит Который может помочь Нави сейчас как-то вернуться в игру Ну они кстати уже молодцы справились Потому что Долгое время мы вообще И Снайпера не видели в этой игре Вот мы сейчас видим то Что он наяривает Наяривает причем дай бы же А Бузит то что у него сейчас Высокий рейндж атаки Это 850 И ну да Тяжело что-то с этим сделать И теперь нужно играть Очень осторожно Мом появляется и у Джаггера так же Да пока он Начинает забирать Попадение на Леона снизу Ну что пойдет здесь дальше Есть регент в бутылке Идет дальше Сайлант Получает Хекс Габлак бежит Продолжает бежать Его свапают Сайлант в итоге потратил Реминанты А у Хвоста есть второй ультимейт Ой как Сайланту сейчас Может быть опасно Хвост на самом деле пока ждет Он вообще не хочет палиться На тему того Где он находится Ждет пока Ванскор заманит Заманит его Но в итоге Сайлант не позволяет Сайлант видит Хвоста За счет этого варда И понимает что наверх Лететь не вариант В итоге очень интересная Получилась позиционная игра Но никто не погиб Пока что Йоку в смоках Рядышком находится Видит Джиггернаута У Хвоста Но это сейчас будет Минус Хвост Да РП Его вывозят Стан И ничего не успевает Ни Блэйд Фьюри Ни Омни Слэш Нажать Дэнди Начинает бить Сайланта Сайленту больно У Сайлента есть Реминант где-то Теперь переключается На Флая Дэнди Как Дэнди После врывается У нас один в четырех Я так дал Для того чтобы убить всех Абсолютно Тем более под ультой Находился Эмбер Спирит В итоге потеряли хвоста Но вот этот вард Он просто А их тут уже два Он настолько полезный Что эмперцы решили Поставить второй Пока еще даже первый Не закончился Но он сделал реально Очень много Фобос ставит туда Конечно свою змейку Видит что падает вард Но это его может Сбить с толку Потому что там стоит еще один Ну кстати да Интересно Поставит ли Ванскор Поставил все таки Ну Ванскор хорош Да Ванскор сейчас Наконец таки Нападение на Дэнди Ой-ой-ой-ой-ой Дэнди очень больно Он ничего не успел сделать Помощи никакой Абсолютно рядышком не было И Дэнди умирает Ну и начинают Вот пока что Нет еще блинка на шейкере Но за счет Магнуса Потихоньку Начинают имперцы Поддавливать Причем что Дуза Не делает в этой игре Вообще ничего На данном этапе Она просто продолжает фармить Дазл срезает у нас Джаггернаут Не тратя ничего Абсолютно Ну и динается вышка Смотрим на графике Видим что преимущество У империи Совсем небольшое И вот это кстати Интересный Вообще Поворот от шейкера Он решает Не покупать блинк А возьму-ка я Себе медас Не знаю Мне кажется Это может быть Нагловато Потому что возьми сейчас Блинк и все У вас все в кармане Вы можете Гнобить нави по всей карте И зарабатывать экспириенс Зарабатывать золото Сейчас с этим медасиком Но мы посмотрим Это можно как сказать Это легкая жадность Но если учесть Учесть того То что Эмпайр пока Не будет способна Идти пушить ТВРА Почему бы нет Если Эмпайр будет фармить Потому что пока Алоха Дэнс Он гангает И без медасика И вот он В очередной раз Хочет Завершить подобную комбинацию Дает у нас там Виномастер Привозит сюда Йоку Фобос дает свой ультимейт И кстати Так нормально Пробивает Фобос И в итоге Нападает на Алоха Дэнс И Алоха Дэнс Неужели Он скорее всего Умрет Ему дают крест Но слишком много урона Будет на фонтане Получает Нужно брать фласку Или что-то Иначе умрет Нет Ультимейт заканчивается В последний момент Да Здесь Выход на веник И не очень удачный получился В итоге Под свапом Он выживает Телепортируется на базу Все хорошо А Дэнди Тем временем Формит у нас Нижнюю линию Хвост Взял себе Сенжин Яшу Ну вот Не сильно Проседают Кэрри Нави По фарму Несмотря на то Что контроль игры За Империей Это конечно Очень-очень важно Безусловно Потому что Отдать здесь Еще и преимущество По фарму Было бы наверное Ну вот два Мома Максимум ДПС Сейчас у Нави Реально появляется Такая воронка В которой они понимают Что Эмпайр Конечно хороши Но Можно наказать Например Того же Шейкера За Мидас Потому что Есть уже В общем-то У них там Многое Есть Джиггернаут Который готов Разрорать Сумни Слэша Снайпер Который мы видели Наяривает Дай Байжи Виномансер Одиннадцатого левела У которого уже Скоро будет Аганим И это Шанс Провокации на Рошана Да Потому что Шейкер с Мидасом Он бороться Не способен Есть еще Медуза Но она тоже требует Немного времени Есть еще Магнус Плюс Дазл Которые хороши Но В глубоком Идея Никакого вижена На Рошане Нету Абсолютно У Империи И Нави этим пользуются Но то о чем ты сказал В самом начале игры Еще что Винга и Джиггернаут Под Рошану Вполне себе неплохи Ну и Снайпер Да и снайпер На самом деле Да Накручивает нормально Поэтому Нави Отжимают Очень важного Для себя С которым они будут Способны Врваться Дэнди забирает Айгис Как наименее живучий А Габлак Сейчас делает Очень важную вещь Он спалил По моему Эмбера Хотя я не уверен Эмбера мог и не заметить Увидел Магнуса Ох какой Энвиз опасный Но подходит сюда Подходит сюда И Алоха Габлак видит Вообще все Хекс Получает Йоку Джаггера привязывают Очень вовремя Магнус Не ультит Просто уходит Отсюда Магнус Хвосту нужно успеть Разультиться Он не успевает И Магнус РП Свап Великолепный Отванскора Хвост не выживает Магнуса добивают Винга Винга пытается Тычковаться Но это очень плохо получается Фобос остается Один против двоих Очень битые герои У Империи Можно сейчас погнаться Даже за Сайлентом Наверное Но Фобос его Не догонит Да Разультись Сейчас Хвост Могло быть все Очень и очень неплохо У команды Нави Но Хвост не успел Тем временем Сайлент теряет Свой Кристалис В Куре Который прилетел Ну какая-то паника была С обеих сторон На самом деле Ну конечно Сайлент сыграл безумно Если бы он не привязал Хвоста Это был бы Минус Магнус Возможно Затем и минус Тут самый Эмбер Спирит Да Они все сыграли Очень хорошо Также могу отметить То что Алоха Четко по таймингу Дал свой стан В результате чего Хвост Не смог дать Свой ультимейт И поэтому Ребята отыграли на ура Ну вот мы видим Пока Медасик свое дело делает Да Он Мало того что Он выигрывает Замесы Мало того что Он выигрывает Замесы Так при этом Он еще и Формит Быстрее с ним Чем с каким-то Ну алоха Очень круто играет Да Тут даже Можно сказать Что с блинком Было бы понятно Еще лучше Но и без блинка Он делает максимум И просто Красавчик настоящий Если увидите Шейкера в пабе С Медасиком Именно суппорт шейкера Ребят Вы знаете Кого видеть Не Кому Поблагодарить Кому передать привет То есть Кто его знает Может быть это новая мета Но Он вступил в мой клуб Что я могу сказать Есть такой знаменитый клуб Митрия Куприана Лайт оф Хэвен Он называется Подожди Я думал это там Где фэнтези-поинты После игры Отрицательные Вообще Официальный клуб Это там Где все собирают Мидусы После 10-15 минуты И пока Первое место В этом клубе Держит Камвезми Который вчера На шейкеры Собрал Мидас На 47-й минуте Может быть Алоха Как раз смотрел Тот матч И решил сделать Его чуть пораньше Потому что Там Камвезми Ну реально Он поехал Он собрал Мидас на 47-й минуте А на 52-й Ему уже несли трону Но они Бюрден Юнайт Там проиграли 0-2 Да-да-да Но в результате Пока Эмпайр Видим Что они вообще Никуда не торопятся Зачем Идти на противника Если у тебя Лейт Мягко говоря Сильнее Я бы даже сказал Не мягко А слишком Сильнее У тебя Один из топовых Деплейсеров Это Медуза Которая бьет по всем Вслед за этим Эмбер Спирит Который шикарно Сочетается с Магнусом Это что Эмпайр Что Реверс Полярити И ребята Продолжают Набирать себе Айтемы Ну еще у тебя Эмбер Спирит Который там Один из сильнейших Лейтгейм героев Ну да верно Нарезает он от души Поэтому пока Начинают бегать И искать своих оппонентов Резолюшн Как ты говорил Он по прежнему Не сделал в этой игре Ничего Вообще ничего не сделал Но он Медуза Я бы на самом деле Вот учитывая Что он бегает Фармит уже 25 минут Я бы на его месте Тоже Медасик сделал Потому что Ну а ты фармишь Зачем тебе там Я не знаю Вот монта Или там Шарики То есть Ну в любом случае У него сейчас Достаточно артефактов Чтобы сказать Что он уже И толстый довольно таки И дамажит Ну не так сильно Пока что Но вот эта Манта и Скади Это хорошие вообще Хорошие артефакты Скажем так Вообще линку ему Тоже бы я собрал Почему нет Здесь Леон С двумя такими Опасными сплами Здесь Снайпер В конце концов Здесь Венга Где твоя линка Резолюшн Почему ты не собираешь Кстати да Я согласен Линка здесь Будет очень полезно Ну и вот он Блинк нашей Шейкере И кстати Линка будет Не только полезна На себя Но она будет Еще полезнее Чтобы кидать На того же Эмбер Спирита Потому что Если допустим Ты эвейдишь Хекс Леона Или там Тот же стан То потом Эмбер Спирит Будет разрывать Всю вражескую команду А примк есть Я согласен С тобой полностью Что Эмберу Даже поважнее Потому что Эмбер Он как ни крути Хлебковат А если мы посмотрим На Медузу У нее 1400 хп 975 маны И Убить ее Очень тяжело Ну и Нави Как будто Мы видим Тоже не торопится Но Нави Понимает Прекрасно Что ломиться Вот на это Все С одной стороны Вроде как И надо А с другой Стороны Это самоубийство Лезть на Магнуса и Шейкера Атаковать В пятером Здесь нужно Каким-то образом Кого-то Сначала Выцепить Ну Ждут Смока Судя по всему У Эмпайр Не так много Вардов Чтобы 100% Прочитать Этот Смок Ну Посмотрим Сейчас Этот вард В принципе Есть Но Нижнюю часть Карты Они вообще Не видят Могут Могут Сейчас Нави Удачно Выйти Видят Always One Flyer Хекс Ультимейт Ну Да Always One Flyer Забрали И Забирают Тир-1 В миде Такой себе Выход Но Довольно Неплохой Можно Сказать Если Заберут Конечно Эту Вышку А Егис Закончился Сайлент Привязывает Хвоста Хвост Блэйд Фьюри Уходит Скади Готовы У Резоля Шейкер Бежит Где-то Сбоку С даггером Готов Врываться Видят Его Прекрасно И уходят Отсюда Нави Или что Или решили Вернуться Да нет Здесь надо Уходить Когда Эмпайр В позиции Нападать На них Нереально Тяжело Я бы сказал Да Что Биться стенку На стенку Именно Лоб Лоб Неприятно Потому что Нави Для этого Есть У них Есть Шейкер Медуза Магнус Которые Обожают Массу Смок На варде Прожали Эмперцы И Нави Должны Быть в курсе Но у меня Есть ощущение Что они Могли Не заметить Сейчас Но должны Должны были Видеть Потому что Прямо На самом варде Прожали Свеженьком Поставленном В любом случае Понимают Что если Медуза Вышла Вот так Вот вперед Что-то Планируется Веник Расставляет Свои змейки Это кстати Один из тех Героев Которые Может Подпортить Потому что Ну мы Видели Игру Нави Когда там Феникс Залетал Сбивал Всем блинки И Магнус Не мог Ворваться Здесь Что-то Похожее Веника Здесь Торопиться Некуда Можно Вот так Вот потихоньку Расстреливать Разве что Снайпер Может Кстати Сделать Сделай Посмотри Кстати У снайпер Запак Хороший Он реально Может Сейчас Всех Здесь Порубить В этой игре И нави Понимает Что Хвост Ключает Хвоста Вот так Это называется Просто Решил По Шурику Забрать Кэмпы Но Не тут То было Эмпайр Готовы Ой Да и Далусу Сайлента И еще И под Эмпауером Это все С БФом Демаг Там просто Катастрофический Но преимущество В Империи Огромное Вот даже Нетворца Не буду Открывать Чисто По героям По их Позиции Нави Будет Слишком Тяжело Здесь Что-то Сделать Но Если Они Сделают Это Будет Конечно Да Еще и Отставание Есть И по Золоту И по Экспириенсу Помимо Всего Прочего Ставятся Змейки Чтобы Никак Не зашел Никакой Магнус И потихоньку Резолюшн Продолжает Карать Фобос Ульдазла Пошел Фобос Живет Слишком Толстый Саганимом И в итоге Отдали Вышку Нави Ну и Эмпайр Идут дальше Ой-ой-ой-ой-ой Вот это Критулечка Выскочила Сейчас По Веномансеру Ну вот Это Собственно Эмбер Спирит Слишком Много Всего Эмпайр То есть Если Ты там Как-то Убиваешь Медузу Если Ты Смог Контролировать Магнусов Все равно Есть вероятность Что ворвется Эмбер Спирит Даст тебе Один крит И убьет Какого-то Ключевого Героя Я бы сказал Что это Это Веномансер Который Бегает Ставит Змейки И играет С Эмбер Спиритом В битву Фарма И в результате Мы видим Что Сколько бы Ты Змеек Не поставил То Эмбер Спирит Срезает С одного Крита Тебя Поэтому Фобосу По моему В этой игре Заказан Только один Билд Вот у него Сейчас есть Аганим Осталось Он собирает Себе Вилу В дискорд Но вообще Ему бы Купить Какой-то Блинк И врываться Потому что Он В драку Хрен два Зайдет Что Шейкер Что Магнус И что Эмбер Спирит Они его Просто Не подпустят Для того Чтобы он Смог Слутить Кого-то И нужно С блинка Врываться И убивать А он Пока Делает Такой Максимум ДПС Но если Посмотреть А вопрос А кто Будет Инициировать То есть Пока У нас Нави Ну за Последнее Где-то За последнее Время Они Инициации Толком Вообще Не сделали Просто Бегают И фармят И при том Что Их Перефармливает Шейкер С Медасом Да Уже Десять тысяч Икспы И десять тысяч Галды И мы Видим Что Эмпайр Дудача Они уже Чувствует Себе Силу Понимает Что Нельзя Останавливаться Медуза Покупает Себе Просто МКБ Одним кликом Чего себе Против снайпера Против снайпера С бабочкой Ну конечно Когда медуза Покупает Себе Артефакт На демедж Так рано Это говорит О том Что у ее Команды Все слишком Хорошо Потому что Обычно Стараются Все таки Еще немножко Жира Сделать Какого-то Ну Слишком Большой радиус Снайпера Дает Медузе Понять Что Играется Дэнди С Резолем Не может Резоль Подойти На самом деле Нормально так играется Ему С ума Ну выбил А сверху Умирает Виномансер В очередной раз Ничего не может Сделать Фобос В этой игре Слишком Тяжко Вот с самого Начала Буквально До самого Конца В этой игре Я чувствую У него Все будет плохо 1.5 Вейл Так и не собрал Хвост Срубил Тир-1 Вышку Ну да Хвост Действительно Включил Хвоста Уже Фул Агромод Бегает Там Где Бегать Не стоит Находит Шейкера Гост Скипетр Вот так Вот хвост Кажется Попался Но нет РП И скорее Всего Идет Отсюда Да Уходит Минус Ультимейт Гост Скипетр Это Вот Медасик Собственно Говоря Потому что Без Медасика Блинк И гост Так быстро Шейкер Не выфорил Без Медасика Вот рекламку Даем Хорошую Но это Страшные вещи Для нави Происходят В этой игре На самом деле Страшные вещи Для наших Пабов Происходят Потому что Когда завтра Ты войдешь В паблик Увешать Шейкера С Медасиком И отсутствие Блинка Там Минуте на 50 У тебя будет Гореть У тебя будет Происходить Горение Я не знаю Я очень давно Не играл В паблик Поэтому Поэтому я Как бы Чувствую себя Более спокойно Видят Сайлента Сайлент Сайлент Просто никого Не видит Но на чутье Однако Леон Ультимейта Нету Стан Ультимейт Снайпера Ой Зайвейдил Просто Все сейчас Сайлент И ультимейт Леона И ультимейт Снайпера Великолепная игра Always One of Life Пытался помочь Но умирает В этот момент Да Вот это Конечно Сейчас Сайлент Дает жару 6.06 И Это хайлайт Безусловно Да И хайлайт Еще есть Это один Алохо Дэнс Просто на Суппорт Шейкере Врывается на Т3 Тауэр Начинает его бить И при этом Нави его не смогли Наказать за подобное То есть Эмпайр на самом деле Уже прям чувствует силу И старается Каждый что-то сделать Соло в этой игре И у Сайлента Получается То что он Сайлент На каком-то Кураже Абсолютно Нереально Сейчас сыграл Хотя не факт Что урона бы Прямо вот Хватило Если бы Все это попало Потому что Все-таки Был щит Но Могло И хватить Неужели опять Не знают Что Нави на Рошане Это такая халява будет Эмбер Бьет по венге Залетает Нет Просто отправляет Реминант И в итоге Халявная Аегис достается Снайперу Сайлент бежит Ванскор Разменяли Да Ну вот так вот Даже Рошанчика Отдали Но Размен неплохой Самая проблема Большая для Нави Что реализовывать Им этот Аегис Крайне тяжело То есть Я даже не представляю Что должно произойти Чтобы вот так вот Снайпер Как-то первым умер Может быть даже Джаггеру имело смысл А Йоку покупает Shadow Blade Это кстати Великолепный артефакт В данной ситуации Для того Чтобы неожиданно Инициировать То есть И так Нави Тяжело приходится А здесь еще Он будет из Инвиза Блинкаться Да И при этом И при этом Очень хорошо Заходит Тот же Shadow Blade Против Феномансера Потому что Он любит Ставить Змейки По всей карте Вот у нас Выход на Алоха Дэнс Алоха Дэнс Один ставит Сверх Урывается Габлакс Бинка И Алоха Дэнс У нас Попался Очень прочный Конечно Алоха Тут Много в него Всадили Даже ультимейт Пришлось потратить Чтобы наверняка Дефуз появляется Тем временем У Джаггернаута Госскипетром Его теперь Не законтрить Ну Вейл есть У Веника И Нави пока что Все еще держится На плаву В этой игре Чем дальше Тем тяжелее Но не будем забывать Что в принципе Теоретически Игра может перейти В такую стадию Где Ладно Пока не будем Об этом Тут в инвизе Йоку Есть Форстав Блинк Великолепная игра Перетягивается сюда Дазл Ультимейт Дазл ультует Ох-ох-ох Хвост Пошел ультить Все В Магнуса заходит БКБшка Магнуса убивает Но Грейв великолепная От Олвез Вана Флая В итоге Разменяли Магнуса На двух Кор-героев Размен в принципе Неплох Так вот Может в принципе В этой игре Создаться такая ситуация Что появится куча Каких-то артефактов Типа хиксов И уже Больше будет решать Реализация Но до нее Пока слишком далеко Пока что только Тридцать пятая минута А Флай там Догорел от яда Судя по всему Да Ну так вот Чуть Чуть больше Нави За счет этого Заработали Чем могли бы Но все равно Проиграли конечно Размен безусловно Джаггернаут Это слишком большая Потеря для них Ну в принципе То что делает Империя Вполне понятно У них полный контроль У них сильнее лейт Они никуда не торопятся Что в такой ситуации Делать Нави Это вообще Ну пока я могу сказать Что они делают Нормально То есть они уже Начинают реализовать Леона Они по кулдауну бегают И Забирают людей За хекс При этом они Начинают выфармливать Свои слоты Да пусть они Немножко проигрывают 10 тысяч голды И 12 тысяч экспы Но на 36 минут Это достойно Вот нападение на габлака Есть у нас иллюзия Иллюзия габлака пинает И резолюшн его отпускает Ну да БКБ тратить не стоило Так вот А пока Просто Фармить Что еще можно сказать На хг тебе не зайти Пока не будет У тебя там какая-нибудь Винга 16 левела А мы видим то Что винге до 16 левела Еще далеко Да Тут очень много Кому Много до чего далеко В этой игре То есть Если мы видим Что сейчас Эмпайр прессует Нави в лесных драках Где вроде бы Джиггеннаут Леон и снайпер С виномайн сермани Чувствуют себя посильнее То стенка на стенку Вот нападение На хвоста Йоку мажет Скювером Но Алоха Дэнс Продолжает Чейн стан В результате Хвоста забирает А снизу Тем временем Снайпер убивает Эмбер Спирита И это такая Неплохая ответочка Получилась Да Ровный размер На самом деле Два кэри Сыграли агрессивно Сымитировали Что Они здесь не одни Ну они оказались одни Причем Дэнди Я так понял Вообще В соло там Запинало Этого парня Снайпер-то тоже В лейте Чувствует себя неплохо Вот у него две проблемы У снайпера Это Шейкер И это Магнус Это вот Две проблемы Которые никак не решить Фобос услышал Ну Фобос прекрасно Все понимал Я думаю И до этого Просто хотел побольше урона Теперь он Камикадзе Такой же как и Ван Скор Но увы У Ван Скора нет ульта Врывается Габлак И станет резолюшн Начинает бить базу И у Дэндика нет ТП Дэнди без ТП Бежит на базу Даже не жмет Баттерфляй Вот что-то непонятное происходит С Дэнди Может он не знает Что можно нажать Баттерфляй Увеличивая скорость бега И в итоге теряется Тавер Дэнди бежит у нас дальше Эмпайр до сих пор не знает Что Дэнди без ТП бежит Слушай Мне это кое-что напоминает Я вот помню Был такой хороший турнеочек Под названием Интернешнл Вот там Похожие действия происходили Да Действительно было такое Так же он бежал с Эггисом Без ТП к себе на базу Ну и минус Т3 Тавер Это плюс для Эмпайра Однозначно Видит что ни у кого Нету никакого эвэйжена Что кстати говоря странно Медузе сейчас наверное Стоит задуматься о Баттерфляе Если она увидит На снайпере Дэйдалус Ну Логика абсолютно верная Ты видишь что нету Никакого эвэйжена Что взять МКБ или Дэйдалус Конечно Дэйдалус Потому что Дэйдалус Тебе даст больше урона Чем МКБ Ну вот заканчивается Эггис Тут еще есть особенность В том что Ну тут еще есть такая Просто особенность В том что МКБ Оно в принципе Дает хорошие статы Да и поэтому Его не лишний будет взять То есть как минимум ТПчику Оно Умеет сбивать Поэтому И сейчас может быть выход На котором все закончится Потому что Выходят в самоках Магнус Шадоу Блейдом Нави Такое ощущение что Ничего не знают Или не хотят знать Выходят Все стоят в куче Срезает Двух саппортов Эмбер Спирит Одним ударом Дэнди успевает Нажать БКБ Но по моему Как то все равно Умирает Джаггернаут ультует Никого не убивает Минус шейкер Нет Даблкил делает На саппортах Жмет БКБ И уходит отсюда Хвост молодец Хвост сыграл очень хорошо То есть Такая тяжелая ситуация Когда два саппорта Вообще Погибли за Один удар Посмотри на эмбер спирита Он еле живой Да Ну это Это ультавиномансера То есть Он тоже Сделал свое дело Ну в общем Хвост В такой ситуации Он просто Выжил максимум Согласен Потому что Казалось Что уже все Там Конец И Медуза Делает бабочку Да Вот так вот Не удается Эмпайр Закончить игру Хотя Чуть поудачнее Варвис А не было бы Все очень Очень плохо У Нави Тем не менее Потеря снайпера Потеря двух саппортов Размен Также на двух саппортов Ну Скажем так Минимальная Минимальная Из того Что могло случиться В этой игре Медуза тем временем Зафармила Себе баттерфля И Денди Уже нужно думать Об МКБ А у него Нету денег Эмберспирит Ну вот Джаггера конечно Эмберспирит пробивает Не так сильно О чем тут Можно говорить Фобос с блинка Также Чувствует себя Гораздо увереннее Теперь хотя бы Можно ворваться Как-то в драку Разрутиться И под Вейлом Как мы видели Урона он наносит Очень-очень много Но по-прежнему Вот эта вот Сила Сила пика Империи Она слишком велика Но пока На самом деле Знаешь Как бы эта сила Империи Пика Как бы эта сила Была не велика Остается одна Большая проблема Как бить вражеский Хайграунд Потому что Мы видим то Что снайпер Оделся очень хорошо Он очень хорошо Оделся Правда Конечно На отсутствие На отсутствие МКБ Ему Немножко Усложняет ситуацию Потому что Он будет Бить Медузу Где-то на Одну треть Слабее Но Эмберс Перед базу Не бьет Медуза Очень сильно Страдает от снайпера Из-за рэнджа То есть Она бьет Но недостаточно И при этом Еще Медузу Можно слапнуть И вообще Запинать Ей всей компашкой И в результате Мы видим Что Эмпайр Не могут Зайти на базу И вот в этот момент Сразу включается Лейд Остальных героев Которые у нас имеются Это Даззл И Шейкер Им срочно Нужно выходить В этот лейд И мы видим То что Алоха уже выходит Шейкер В принципе В 6 слотов Ему бы Какой-нибудь Еще Хекс Букупить себе Ну В принципе Можно доделать Какой-то Этериал Травела Да и потом рефрешер И быть супердизейблером И ты посмотри Заходит Заходит Под ультой Даззла Очень много армора тикает Дэнди начинает Стрелять Очень аккуратно Смотри в какой позиции Йоку Никто не знает Что он здесь Йоку дает РП Свапнуть не успевают Увозят Дэнди Слишком далеко Дэнди тут же падает Байбэка нет Хвост потратил Свою мне слэш Никого не забрал Боже ты мой Сайлент Сколько же урона Он нанес сейчас Джиггернаут Тут Джиггернаут Байбэкается Минус венга Фобос ультует Но здесь никого Не пробить Все слишком фуловые Остается два героя Гудгейм Пишет хвост Вот такая вот У нас получилась Концовочка Ну в целом Я могу сказать Что вот первые 10-15 минут Они сделали Игру для Империи Потому что если Они дальше Не допускали ошибок Они их практически Не допускали То Нави Выиграть было Слишком тяжело Да я согласен Империя Имея более Лейтовый пик Умудрилась Захватывать Преимущества С самого начала И просто Доводить игру До логического Завершения Что ни говори Но вот эти герои В замесе 5 на 5 Они ну слишком сильны Вот против того Что есть у Нави Поэтому Эмпайр Браво Ну наверное Еще обсудим Первую игру В начале второй Сейчас уйдем На небольшую паузу Буквально Несколько минут Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому пока Начинают бегать И искать своих оппонентов Резолюшн Как ты говорил Он по прежнему Не сделал в этой игре Ничего Вообще ничего не сделал Но он медуза Я бы на самом деле Вот учитывая Что он бегает Формит уже 25 минут Я бы на его месте Тоже медасик сделал Потому что Ну а ты формишь Зачем тебе там Я не знаю Вот манта Или там Шарики Ну в любом случае У него сейчас Достаточно артефактов Чтобы сказать Что он уже и толстый Довольно таки И демажит Ну не так сильно Пока что Но вот эта манта Искади Это хорошие вообще Хорошие артефакты Скажем так Вообще линку Ему тоже бы я собрал Почему нет Здесь Лион С двумя такими Опасными сплами Здесь снайпер В конце концов Здесь венга Где твоя линка Резолюшн Почему ты Не собираешь Кстати да Я согласен Линка здесь Будет очень полезно Ну и вот он Блинк на шейкере И кстати Линка будет Не только полезна На себя Но она будет Еще полезнее Чтобы кидать На того же Эмбер спирита Потому что Если допустим Ты эвейдишь Хекс Леона Или там Тот же стан То потом Эмбер спирит Будет разрывать Всю вражескую команду А бринк есть Я согласен С тобой полностью Что Эмберу Даже поважнее Потому что Эмбер Он как ни крути Хлебковат А если мы посмотрим На медузу У нее 1400 хп 975 маны И Убить ее Очень тяжело Ну и Нави Как мы видим Тоже не торопятся Но Нави Понимает Прекрасно Что ломиться Вот на это Все С одной стороны Вроде как и надо А с другой стороны Это самоубийство Лезть на Магнуса и шейкера Атаковать В пятером Здесь нужно Каким-то образом Кого-то сначала Выцепить Ну Ждут Смока Судя по всему У Эмпайр Не так много Вардов Чтобы 100% Прочитать Этот Смок Ну Посмотрим Сейчас Этот вард В принципе Есть Но Нижнюю часть Карты Они вообще Не видят Могут Могут Сейчас Нави Удачно Выйти Видят Always one Flyer Хекс Ultimate Ну Да Always one Flyer Забрали И Забирают Тир-1 в миде Такой себе Выход Но довольно Неплохой Можно сказать Если заберут Конечно Эту вышку А Егис Закончился Silent Привязывает Хвоста Хвост Blade Fury Уходит Скади Готовы У Резоля Шейкер Бежит Где-то Сбоку С даггером Готов Врываться Видят Его Прекрасно И уходят Отсюда Нави Или что Или решили Вернуться Да нет Здесь надо Уходить Когда Эмпайр В позиции Нападать На них Нереально Тяжело Я бы сказал Что Биться Стенку На стенку Именно Лоб Лоб Неприятно Потому что Нави Для этого Есть Шейкер Медуза Магнус Которые Обожают Масл Смог На варде Прожали Имперцы И Нави Должны Быть в курсе Но у меня Есть ощущение Что они Могли Не заметить Сейчас Но должны Должны Были Видеть Потому что Прямо На самом Варде Прожали Свеженьком Поставленном В любом Случа Понимают Что Если Медуза Вышла Вот так Потому что Ну мы Видели Игру Нави Когда Там Феникс Залетал Сбивал Всем Блинки И Магнус Не мог Ворваться Здесь Что-то Похожее Веника Здесь Торопиться Некуда Можно Вот так Вот Потихоньку Расстреливать Разве Что Снайпер Может Сделать Сделай Посмотри Кстати У снайпер Запак Хороший Он Реально Может Сейчас Всех Здесь Порубить В этой И Нави Понимает Что Хвост Включает Хвоста Вот так Это Называется Просто Решил По Шурику Забрать Компы Но Не тут То Было Эмпайр Готовы Ой Да и Далус У Сайлента И Еще Под Эмпауером Это Все С БФ Демаг Там Просто Катастрофический Но Преимущество Империя Огромное Вот Даже На торс Не буду Открывать Чисто По Героям По Их Позиции Нави Будет Слишком Тяжело Здесь Что-то Сделать Но Если Они Сделают Это Будет Конечно Да Еще И Отставание Есть И по Золоту И по Экспириенсу Помимо Всего Прочего Ставятся Змейки Чтобы Никак Не зашел Никакой Магнус И потихоньку Резолюшн Продолжает Карать Фобос Ульдазла Пошел Фобос Живет Слишком Толстый Саганимом И в итоге Отдали Вышку Нави Ну И Эмпайр Идут Дальше Ой 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 Вот Это Критулечка Выскочила Сейчас По Веномансеру Ну Вот Это Собственно Эмбер Спирит Слишком Много Всего Эмпайр То есть Если Ты Там Как-то Убиваешь Медузу Если Ты Смог Контролировать Магнусов Все равно Есть Вероятность Что Ворвется Эмбер Спирит Даст Тебе Один Крит И убьет Какого-то Ключевого Героя Да Я бы сказал Что Это Веномансер Который Бегает Ставит Змейки И играет С Эмбер Спиритом В битву Фарма И в результате Мы видим Что Сколько бы Ты Змеек Не поставил То Эмбер Спирит Срезает С одного Крита Тебя Поэтому Фобус По-моему В этой игре Заказан Только один Билд Вот У него Сейчас Есть Аганим Осталось Он Шейкер Что Маглус Они И что Эмбер Спирит Они его Просто Не подпустят Для того Чтобы он Смог Слутить В кого-то И нужно С блинка Врываться И убивать А он Пока Делает Такой Максимум ДПС Но Если Посмотреть А вопрос А кто Будет Инициировать То есть Пока У нас Нави Ну За последнее Где-то Вот За последнее Время Они Инициации Толком Вообще Не сделали Просто Бегают И фармят И при том Что Их Перефармливает Шейкер С Медасом Да Уже Десять тысяч Экспы И десять тысяч Голды И мы Видим Что Эмпайр До дачи Они уже Чувствуют Себе силы Понимают Что нельзя Останавливаться Медуза Покупает Себе Просто МКБ Одним кликом Чего себе Против снайпера Против снайпера С бабочкой Ну конечно Когда Медуза Покупает Себе Артефакт На дэмэдж Так рано Это говорит о том Что у ее команды Все слишком хорошо Потому что Обычно Стараются Все таки Еще немножко Жира Сделать Какого-то Ну вот Слишком большой Радиус снайпера Дает Медузе Понять Что Играется Дэнди С Резолем Не может Резоль Подойти На самом деле Нормально Так играется Ему С ума А сверху Умирает Виномансер В очередной раз Ничего не может Сделать Фобос В этой игре Слишком Тяжко Вот с самого Начала Буквально До Самого Конца В этой игре Чувствую У него Все будет Плохо 1.5 Вейл Так и не Собрал Хвост Срубил Тир-1 Вышку Ну да Хвост Действительно Включил Хвоста Уже Фул Агромод Бегает Там Где Бегать Не стоит Находит Шейкера Гос Скипетр Вот так Вот Хвост Кажется Попался Но нет РП И скорее Всего Идет Отсюда Да Уходит Минус Ультимейт Гос Скипетр Это Вот Мидасик Собственно Говоря Потому что Без Мидасика Блинкой Гост Так Быстро Шейкер Не Выформил Без Мидасика Рекламку Даем Хорошую Это Страшные Вещи Для Нави Происходят В этой Игре Страшные Вещи Для наших Пабов Происходят Потому что Когда Завтра Ты Войдешь В паблику И Шейкера С Мидасиком У меня отсутствие Блинка Там Минуте На 50 У тебя Будет Гореть У тебя Будет Происходить Горение Я не знаю Я очень давно Не играл В паблик Поэтому Поэтому Я как бы Чувствую себя Более спокойно Видят Сайлента Сайлент Сайлент Просто Никого Не видит Но На чутье Однако Леон Ультимейта Нету Стан Ультимейт Снайпера Ой Зайвейдил Просто Все Сейчас Сайлент И ультимейт Леона И ультимейт Снайпера Великолепная игра Always Wanna Fly Пытался помочь Но умирает В этот момент Да Вот это Конечно Сейчас Сайлент Дает жару 6.06 И Это Хайлайт Безусловно Да И хайлайт Еще есть Тут один Алоха Дэнс Просто На Супорт Шейкере Врывается На Т3 Тауэр Начинает Его бить И при этом Нави Его не смогли Наказать За подобное То есть Эмпайр На самом деле Уже прям Чувствует силу И старается Каждый Что-то сделать Соло В этой игре И у Сайлента Получается То что он Сайлент На каком-то Кураже Абсолютно Нереально Сейчас сыграл Хотя не факт Что урона Бы прямо вот Хватило Если бы Все это попало Потому что Все-таки Был щит Но Могло И хватить Неужели Опять не знают Что Нави Нарошане Это такая халява Будет Эмбер Бьет по венге Залетает Нет Просто отправляет Реминант И в итоге Халявно Аегис Достается Снайперу Сайлент Бежит Ванскора Разменяли Да Ну вот так вот Даже Рошанчик Отдали Но Размен Неплохой Самая проблема Большая Для Нави Что реализовывать Им этот Аегис Крайне Тяжело То есть Я даже Не представляю Что должно Произойти Чтобы Вот так вот Снайпер Как-то Первым Умер Может быть Даже Джаггеру Имело Смысл А Йоку Покупает Shadow Blade Это Кстати Великолепный Артефакт В данной Ситуации Для того Чтобы Неожиданно Инициировать Добрый вечер Уважаемые Зрители Я просто Разрываюсь Буквально На части От тех Эмоций Которые Нам Должен Подарить Этот матч Собственно Перенесенная Игра Если я не ошибаюсь С 7 числа Ну В общем-то С какого-то Числа Нави Против Empire Состоится Сейчас Из-за того Что реплей Не сохранился Да и в принципе Было сыграно Буквально 10 минут Без особого Преимущества Для той и другой Команды Игра будет Сыграна С самого Начала Ну и Для тех Кто еще не понял Это Шторм Студио Которая Сегодня Освещает Дота 2 Чемпионс Лигу Два матча Нави И комментирует Этот матч Для вас Мэл Шторм И Лайт оф Хевен Привет Ну что ж Великолепные Команды У нас Нави В своем Новом Преобразившемся Составе Empire Которые Тоже Весьма И весьма Хороши В последнее Время И Ждем Лютые зарубы Более того Я хочу подчеркнуть Исходя из турнирной таблицы Empire И Hellraiser Сделят первую строчку С статистикой 3.1 А дальше идут Na'Vi И Virtus.pro С статистикой 2.2 Ну как наверняка Вы все знаете Virtus.pro Распались То есть Я жду Вот анонса На самом деле От ВП Который будет Должен был быть Сегодня вечером А может будет на днях И там еще непонятно Продолжат они выступление На Dota 2 Champions League Или нет Но тем не менее Хотел сказать то Что Na'Vi И Empire Занимают Лидирующие позиции И битва У нас Будет жаркой Да Обоим командам Несомненно Нужны победы И Пока вот у нас Ишли по Пикибаны Очень интересный момент То что Сейчас команды Поменялись Ну Поменялись Раскладами Empire У нас начали набирать Стиль Na'Vi Это Шекер с Магнусом Фактически Два героя Инициатора Которые В первую очередь Могут делать Только замес 5 на 5 А Na'Vi Взяли себе Джаггернаут С Венджи Фулл Спирит Которые Сразу ударяются В лейтгейм И на забирание Рошанов Ну Действительно С этими героями Рошан падает быстро Да и ДПС очень хороший Такой получается У Джаггера Под Венгой Да и в принципе Джаггер Пока здесь заходит Довольно-таки Неплохо Да У нас пока Обе команды Сошлись о том Что СФ в этом патче Очень силен Особенно Когда команда Создает для него Пространство Может танковать Может комбинировать Под его ультимейт И Делать другие Махинации Поэтому Его решили отправить Бан Ну а У НАТО С Винцера Все по дефолту То есть Убрали сигнатуру Виспо Алохи Потому что Эмпайр с ним Очень хорошо Натренированы И нельзя Этого позволяет Ну а тролль Я честно говоря Такая страт Увидеть его В бане Потому что Герой В этом патче Он слишком силен Особенно Когда Выступают Наши коллективы Да Ну Хвостевич Что на тролле Что на Джаггере Жарит неплохо Ну я так понимаю Забрать Джаггера Здесь еще Очень хорошо Потому что Тот же Чен В бане Нету вот этих Вот крипов Которые его Обычно контрят И пока что Чувствует себя Очень-очень здорово Также будет интересно Посмотреть Как все-таки Распорядятся Имперцы с Магнусом и Шейкером Потому что На Шейкере Может сыграть Как Алоха Так и Йоку На Магнусе Как Йоку Так и Резолюшн И здесь Пик очень гибкий Кстати говоря Стутанал Сделал прогноз На эту игру 1-1 Говоря что Ну Конкретно С этими Нави Бороться Будет Совсем не так Просто Как Это было До этого Хотя в общем-то И с Ибахом Нави Показывали Неплохую Дотку Ну вообще Я могу сказать Что Ибах Он в принципе Показал Довольно-таки Хорошую Дотку Учитывая Что он попал В коллектив Совсем недавно Он Отыграл Два матча Один матч Он выиграл Один поиграл То есть Все ровно И при этом Он играл Тоже против Достойных Коллективов Которые Показывали На сцене Хороший результат Поэтому я верю Что Ибах У нас Найдет себе Достойный коллектив Вот как только Так сразу После Решапов Да Я Немножко Позволю себе Такой Небольшой рекламы На канале Нави Как раз Вышел Вот сегодня Буквально вечером Новый датаскоп Посвященный Как раз таки Ибаху Конечно Там анализировать Было мне довольно Тяжело Потому что Играл на Бристлбеке А на Бристлбеке Ты как бы Особо Крутых Мувов Сделать не можешь Но зато Тем лучше Видна твоя позиционная Как бы Игра Грамотная Ну и Сыграл он действительно Неплохо А тем временем У нас Нави забирают Себе еще и Снайпера Да и Лайт потенциал У них выглядит Действительно Дико Но есть такой Один небольшой Минус Их героев Они очень сильно Боятся дизейблов То есть вот Конкретно Магнуса Шейкера Снайпер и Джаггер Побаиваются С той точки зрения Что Им нужно бить И Ни в коем случае Нельзя оказываться В стане Но при этом Есть еще Пока что Огромный плюс Потому что Есть у нас Снайпер До него Добраться Очень тяжело То есть Разве что Магнус Сможет прыгнуть На него С блинка Но учитывая Что перед Снайпером Будет Ся его команда Это сделать Сложновато И Для Натус Винсер Единственное Что осталось Сделать Это щит Потому что Лайтгейм Уже Далеко Они по Лайтгейму Далеко Впереди У них Два Сильнейших Кэрри В этом патче Которые Закреплены Венжи Волспеет Которые В любой момент Способны Спасти их Сейчас Просто нужно Набирать Кастеров Нюкеров Которые Вообще Не требуют Айтемов Каких-нибудь Рубиков Например Рубик у нас Забанен Да Или Других Персонажей Сейчас мы Увидим Ну вот Кстати Один из них Ему Не нужны Айтемы Он Входит Драку Дает Просто Ульт И при этом Он способен Сдержать Агрессию Противника На ранней стадии То есть Что против Шейкера Что против Магнуса Он им Мешает Своими Змейками По-прежнему Отметим Что у нас Дэнди На пике В исполнении В команде Нави И Ну Йоку Как обычно На пике В Империи И это Медуза Да У нас Такое соревнование Лейтгеймеров Получается Очень жесткое С одной стороны Есть Джаггернаут И снайпер И в принципе Можно сказать Что Джаггер Снайпер Это те герои Которые С Медузой В общем-то Могут потягаться Потому что Снайпер Слишком большой Радиус атаки Имеет Джаггер Имеет Свой ультимейт Тем не менее За счет Пика Магнуса И Того же Шейкера Я вам окажется Лейтгейм Скорее даже Отдаю имперцам Я согласен Потому что Сейчас Мы видим У нас Будет Размен Тычками Вот Медуза На самом деле Я не ожидал Видеть от имперцев Именно Ее Но Эмпайр Прекрасно понимает Единственное Что им нужно Сделать В этом замесе Это просто Пережить Бурст Джаггернаута Снайпера И вот Последнего героя Которого Они будут Себе забирать Потому что Потом Магнус Когда переживаешь Проказ Он на 100% Ультанет Того же Джаггера Да Дазл спасет Медузу И она спокойно Уйдет Плюс на ней Натикает армор Который также Будет в нее Вешаться И сейчас Нави Нужно найти Какого-то Инициатора Который Способен Сломать Вомбо-комбо То есть Герой Который Уберет Либо Дазла Из уравнения Либо Магнуса Либо Шейкера Лишь бы Они не дали Все свои Нюки Вместе Да Что-то Действительно Нужно с этим Делать Потому что Пик-то В этом плане Страшный У имперцев Ну и Ласт пик За Нави Ласт пик За Нави Бэтрайдер На самом деле Был довольно-таки Приятным гражданином Но Нави Решили немножко Усилить агрессию Они понимают То что У Эмпайр Пока что Слабоват Верлигейм То есть Они не сильно Гангуют И такие дела И пикают Леона Делая вид на то Что будет у нас Трипла В харде А Эмпайр Отвечает Эмбер Спиритом И это Неслыханная наглость Потому что Сейчас Нави Смогут просто Идти Уничтожать Их Трипл Лейн Ну вообще Конечно Эмбер неплохо Заходил до пика Леона Потому что контроля было не так много Но сейчас есть Леон Есть контроль Более того Это будет Кор Веномансер А не Саппорт Веномансер И действительно Здесь пока что Выглядит все Нави Довольно таки Довольно таки Неплохо Более того Скажу так Что Нави Играли Саппорт Венгой И Леоном Буквально вот Пару дней назад И сыграли отвратительно плохо И скорее всего Ну вот что следует В команде После такой игры Скорее всего Какой-то разбор был И я думаю Что выводы были сделаны Такие ребята Как Там Габлак И Ван Скор Они могли сделать Очень хорошие выводы И очень серьезный Кор который спрятался От Эмбер Спирита В очень интересной позиции Вот этот вард Который поставил Ван Скор Он чуть ли не больше всего Видит из того Что видит Нави Из всех их вардов Выгод на Сайлент И он видит при этом Любую подкрепу В очередной раз У нас выходит на Сайлента И Сайлент на реакцию Убегает Понимает то что Лучше в атаку не лезть Пока остальные герои Формят в этой игре Ну и слушай Пока с каждым секундом Эмпайр все ближе и ближе Становится к Вот этим Ультимативной Способности своего пика Потому что Пока у нас Шейкера нету Он делает очень много Учитывая то что У него нет Блинк Даггера Но потом Он сможет просто врываться В того же Снайпера В того же Джаггерна И не выпускать из Тана И нужно Нави Постараться Вот до этого Блинка Что-то сделать соперником Согласен Да и более того Мы до сих пор в игре Не видим резолюшена Он что-то делает Что он делает Мы не показываем Потому что он просто фармит И когда-то он нафармит Свои 3-4 слота И Нави придется очень тяжело Ой-ой-ой Шейкер явно не ожидал Такого подарка От Габлака В виде Finger of Death Подфиживает Немножечко Алоха Нападение на Снайпера Снайпер будет ли Грейв Бежит дальше И Грейв не успевает дать Просто саппорты Империи сейчас Взяли и слили Слишком много дамага Оказалось у Снайпера Очень ненужный Такой подфит Который может помочь Нави сейчас как-то вернуться В игру Ну они кстати уже молодцы Справились Потому что долгое время Мы вообще и Снайпера Не видели в этой игре Вот мы сейчас видим То что он наяривает Наяривает Причем дай БЖ А Бузит то что у него Сейчас высокий рейндж Атаки Это 850 И ну да Тяжело что-то с этим сделать И теперь нужно играть Очень осторожно Момп играется и у Джагера Так же Да пока он Начинает забирать Нападение на Леона Снизу Ну что пойдет здесь дальше Есть регент в бутылке Идет дальше Сайлант Получает Хекс Габлак бежит Продолжает бежать Его свапают Сайлант в итоге потратил Реминанте А у Хвоста есть Второй ультимейт Ой как Сайленту Сейчас может быть опасно Хвост на самом деле Пока ждет Он вообще не хочет Политься На тему того Где он находится Ждет пока Ванскор Заманит Заманит его Но в итоге Сайлант Сайлант видит Хвоста За счет этого варда И понимает что наверх Лететь не вариант В итоге очень интересная Получилась позиционная игра Но никто не погиб Пока что Йоку в смоках Рядышком находится Видит Джагернаута У Хвоста Но это сейчас будет Минус Хвост Да РП Его вывозят Стан И ничего не успевает Ни Блэйд Фьюри Ни Омни Слэш Нажать Дэнди Начинает бить Сайлента Сайленту больно У Сайлента есть Триминант где-то Теперь переключается На Флая Как Дэнди После Врывается у нас Один в четверых Но маловато урона Для того чтобы Убить всех Абсолютно Тем более Под ультой Находился Эмбер Спирит В итоге потеряли хвоста Но вот этот вард Он просто А их тут уже два Он настолько полезный Что эмперцы Решили поставить второй Пока еще даже первый Не закончился Но он сделал Реально очень много Фобос ставит туда Конечно свою змейку Видит что падает вард Но это его может Сбить с толку Потому что там Стоит еще один Ну кстати да Интересно Поставит ли Ванскор Поставил все таки Ну Ванскор Хорош Да Ванскор сейчас Наконец таки Нападение На Дэнди Ой 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 Дэнди очень больно Он ничего не успел Сделать Помощи никакой Абсолютно рядышком Не было И Дэнди умирает Ну и начинают Вот пока что Нет еще блинка На шейкере Но за счет Магнуса потихоньку Начинают имперцы Поддавливать Причем что Дуза не делает В этой игре Вообще ничего На данном этапе Она просто Продолжает фармить Дазл срезает У нас джиггернаут Не тратя ничего Абсолютно Ну и динается вышка Смотрим на графике Видим что преимущество У империи Совсем небольшое И вот это кстати Интересный Вообще Поворот от шейкера Он решает Не покупать блинк А возьму-ка я Себе медас Не знаю Мне кажется Это может быть Нагловато Потому что возьми Сейчас блинк И все У вас все в кармане Вы можете Гнобить нави По всей карте И зарабатывать Экспириенс Зарабатывать золото Сейчас с этим медасиком Но мы посмотрим Крест Безусловно Безусловно И это шанс Поэтому нави Хвосту нужно успеть Сталис Так при этом Я думал Пока У нас все Деку на магнусе Габлак на леоне У нас отправляется Ходить вперед Где медузе С этим магнусом С этим магнусом 1 Empire лидирует Да Стоит он Видимо Довольно таки Уверенно Ну По крипстату Видно Что у него Все хорошо Но в принципе Опять же Ровная игра Она здесь Скорее на руку Имперцам Потому что Они взяли Пик себе Понаглее Да В итоге Что мы видим Мы видим То что у нас Ребята Блестящим образом Перетягиваются Наверх Есть у нас И Фобус Уже И Леон И Винга На месте Они стоят втроем И вот теперь Ответ за Empire Потому что Эмбир спирит даже Несмотря на то Что он уже Четвертого левела Но все равно Против трех ренджей Ему воевать Неприятно И при этом Снизу Джиггернаут Продолжает Мять магнуса Вот на Смотри как вард Поставили Вот буквально Пиксель какой-то Отделил здесь Нападение опять На Фобуса Фобуса очень больно Захиливают И не успевают Помочь саппорты Да Фобусу нужно здесь Было играть Чуть аккуратнее Видя что саппорты Отошли В такой ситуации Еще и Габлак Мог бы встрять Но Габлак отсюда Отступает 2-0 в пользу Empire Пока что Да На самом деле Я удивлен Я удивлен То что В первую очередь Ребята пока что У нас не используют Силу трех ренджей Потому что По отдельности Эти герои Не очень хороши То есть Виномансер работает Хорошо только с кем-то Особенно в такой комбинации Потому что Как ты даешь станчик Ты начинаешь бить И ни в коем случае Эмберспирита Щитом не подпускаешь При этом моментально Сбивая его Но сейчас Мы видим то что Нави наглеет И Empire Их за это наказывает Причем очень жестоко Наказывает Так что Эмберспирит У нас уже очень скоро Будет пятого левела А там будет и шестой И попробует Ему что-то сделать Виномансером Третьего левела Виномансер ушел в лес Оставляет двух саппортов Подфармиться Сам при этом Получает экспириенс в лесу И Empire понимает То что нужно Подфармить этих саппортов В ответ Потому что Три героя Они больше чем два В итоге Габлака у нас забирают Гоинцы дальше у нас За Ванскором А Лоха Дэнс Чудесным образом Проедает дерево И продолжает Ванскор убивать Фобос у нас Возможно понимает Что нужно помочь Своей команде Но он этого решает Не делать И в итоге Забирают нас И Вингу И Леона Ну скорее всего Правильное решение было От Фобоса В такой ситуации Да Остается на самом деле Большое количество крипов Я могу сказать так Что Empire Несмотря на то Что у них два милишника За счет этих растяжечек За счет всего остального Они просто Снизу Снизу нападают на Йоку С Йоку выживают Так вот Они просто Перебегали своего оппонента И теперь Нави оказывается Весьма непростой ситуации Им нужно как-то Соперника наказывать А за счет чего Наказывать непонятно Снайпер Чуть-чуть Выигрывает линию Медузы По крипам Но как мы видим Довольно-таки Серьезно просел здесь ПХП Более того Верхняя линия Полностью осталась За Имперцами И сейчас еще И Шейкер выходит Может быть очень неприятно Для Дэнди Выходит Очень хороший момент Очень хороший момент Выбрали Empire У Шейкера есть сапог Могут гнать Снайпера до конца Вот только Алоха Дэнс Этого снайпера находит Гонит его дальше Но тут подходит Габлак Габлак Выбрал На самом деле Очень хороший момент Для того чтобы Помочь своему союзнику Алоха Дэнс Очень были близки К тому чтобы Смаком засейвить Но не получилось Этого сделать Да и Габлак Он оказался в нужном месте В нужное время 4-1 4-1 Фобос находит Флай У Флай есть крест Есть второй хил Ну и Фобос слишком слаб Он третьего левела В то время как Флай четвертого Здесь конечно Дазла никаким образом Пробить не получится И видим что Эмбер Спирит Который в общем-то Должен был терпеть По плаву Нави Пока что имеет топовый Нетворс Причем так неплохо Оторвавшись Ближайших преследователей А Эмбер Спирит Герой в начале игры Довольно таки сильный Если набрал свой левел Ну если он Сноуболится То я могу сказать Что на седьмом левеле Этот щит делает Слишком много Потому что 500 демеджа Фактически нету Почти ни у кого То есть даже если Винга с Леоном Его найдут Сейчас они его не пробьют И при этом Сколько у нас 60 урона в секунду Это Ну это ПП Буэль То есть его сейчас Вообще нельзя встречать Никому из игроков Нави Разве что Вот Джиггернаут Ему способен дать отпор И Эмпайр это понимают Эмпайр это понимают Начинают нас двигаться На Тавер Пушит Активно Ванскор чувствует Что он здесь ничего не сделает Потому что Виномастер пока у нас Формит лес Ну и я хочу Поздравить то что На самом деле Решение гениальное Так как Если твой противник Уходит фармить свой лес То лучше всего Его наказать за это В итоге у нас Начинает забирать Тавер И Нави Ничего с этим не могут сделать Ну-ка Прожали Глиф Интересно Ну это просто скорее Глиф для того Чтобы его использовать Чтобы не сданали Тавер Да Сайлент в итоге у нас Нажимает чит Бежит за Ванскором У него не хватает маны Может быть Йоку его помажет Но у Йоку нету Ботла И Ванскор убегает Да Потянул так время Здесь Ванскор Но нельзя сказать Что он что-то выиграл Вышку Нави Отдают И самое время Посмотреть на графики После 8 минут игры А вот графики Как ни странно Находятся в нуле И несмотря на то Что так давят Давят имперцы Нави Это в общем-то Тоже использует своих героев Для того чтобы подфармливать Мы видим что Дэнди Чутка выигрывает линию Медузы Габлак Оставляет ему ДДшку И Габлак здесь получает Экспириенс на нижней линии Вместе с Хвостом Хвост кстати тоже на Полном фрифарме И тоже начинает Вышку свою пилить Вот такая необычная ситуация Что на легкой линии Вышки у нас Первыми подвергаются атаке Ну интересная игра Тактически конечно Давненько мы не видели Для вот такой вот борьбы именно Стратегии в начале игры Да я могу сказать что Вот пока вот Ну даже немножко пояснить Почему так происходит Что преимущество у Эмпайр Не сильно растет Потому что все это время Пока у нас Эмпайр бегали сверху В это время Хвост Которому дали преимущество Он очень хорошо формил снизу И вот сейчас у нас противостояние Хвост против Салента Так жмет у нас вертушку И спокойно отступает И все это время Хвост Он перекешивал Магнуса Благодаря тому что Он просто там был там на фейзах На левеле И в итоге мы видим Что пока на вещи держатся И держатся довольно таки Классно Отдают фарм Магнуса Эмпайр Понимая что Магнусу Все таки артефакты нужны Потому что 6 левел Это великолепно Но нужно побыстрее Блинк и арканцы какие-то Выносить А Резолюшн уходит в лес Который ему настахли И в общем то здесь Спокойненько фармит Свои артефакты Продолжает Алоха С огромным количеством Кларити И уже с Солрингом Не думаю что они ему пригодятся В такой ситуации Но мало ли Видимо вначале Рассчитывал на более Какую-то такую Агрессивную линию Но ничего из этого Не получилось Ну и Фобос Наконец-то смог Пофармить на лайне Видим выходит Имеет 6 левел Транквилы Это видимо Аквила Да Ну на самом деле Вот в такой ситуации Он мог в принципе И дальше фармить лес Потому что у него Хорошо это получалось Он выносил свой фарм И часть другого фарма Отдать суппортом Потому что мы видим Что фарм уже у нас Перешел и Дэнди Так и получилось Потому что Дэнди фармит А Габлаку отдали Как бы мид Да-да-да Оставляя Габлаку мид Но есть еще и Венга Которая также требует Левела В итоге Ванскор у нас пока Бегает без 6-го 10-ой минуты Стоит сзади За хвостом Вроде бы прикрывая его Но Сайлент Здесь себя чувствует Очень хорошо У него барабаны У него 928 хп Контролить его Кроме Леона нечем А пока Леон стоит Точнее уже у нас Леон перетянулся Стоял на меде И вот он уже здесь То Эмбер спирит В атаке Ну Сайлент Сейвит Дазл Ко всему прочему И плюс у него есть Реминант Поэтому Нави Нужно все Слишком круто сделать Чтобы чего-то здесь добиться Импайр продолжает Фармить свои леса Такая игра получается Не самая на самом деле Активная Но довольно интересная У Йоку Могут быть проблемы Накатывается На Денди Йоку И Денди умирает Отличная перетяжка От Сайлента Вот только что Он был снизу Уже перетянулся в мид Великолепная игра От кэри Команда Эмпайр Йоку выживает Денди забирают 5-1 И это отличный фраг Тем временем Снизу может быть Удастся Убить Флая Флая ведет Грейв Да На самом деле У них скорее всего Это получится Флай просто выиграл время Заставил потратить И размен снайпера на Даззл По-моему это круто Учитывая то что В миде еще страдает Тауэр И посмотрите что делает Сайлент Сайлент он Понимает что раз ли он снизу Можно пойти поискать Виномайсера Находит его змейки Но из плюсов то что Он мешает Виномайсеру фармить И продолжает терроризировать Его леса дальше Находит стак Начинает его забирать И как бы смешно ни звучало Но Когда Эмбер Спирит На такой стадии Прессует Виномайсера То что же будет дальше Потому что все мы знаем Как Эмбер Спирит умеет нарезать А Виномайсер Его основная сила Это на ранней стадии игры И пока честно говоря Вот Его загнали в угол Нет Ну в принципе Если нафармить Фобос Может что-то здесь получиться Потому что Веник то Очень много урона Дает своим ультимейтам Но пока что У него все действительно Очень плохо И Самая большая проблема Нави в том Что Эмбер Спирит Слишком силен У него слишком много хп Слишком большой уровень Для того чтобы С ним можно было Что-то вообще В этой игре сделать Если он сам не ошибется Да Эмбер Спирит Перетягиваясь Двигается по игре Очень осторожно Он забежал Вражеский лес Сделал имитацию Того Что Нападаете И Будет вам счастье В итоге Как только туда Пришла Вингай Леон Он сразу Бежал вниз И продолжил дальше Пушить лайн В итоге Леон Зачем которого Вообще в играх Это иметь Быстрый шестой левел Ему тяжело Потому что он до сих пор Пятого левела И не может сделать ничего Сверху Да Но 10 Тяжело На самом деле Его забрать Потому что Шейкер кидает Фисурку Просто забегает В лес И Да Пытается сделать Телепорт Но Ой-ой-ой Как ему сейчас Повезло Буквально В последнюю секунду Чуть-чуть Ван Скоро Не хватило Для того Чтобы застанеть В итоге 5-2 Шейкер уходит По-прежнему У нас 7 фрагов Всего-навсего За 13 минут Игры Но Преимущество Империи Оно Увеличивается Это видно в принципе И по графикам Но Я бы даже так сказал Если бы графики Были абсолютно В абсолютном нуле Все равно бы Эмпайр Чувствовали себя лучше Просто не видно За счет чего Сейчас Нави вообще могут Что-то изменить В этой игре Все полностью Под контролем Эмпайр Они хотят нападать Они нападают Они не хотят нападать Они не нападают Формят свои леса Нави же Не делают вообще ничего И им тяжело Да Но из плюсов На самом деле Можно отметить Что в любой момент Джиггернаут Может забрать Рошана И при этом Всегда можно Сделать суперганги Через Венгу Леона В итоге Выходит вниз Смог разбит Под бортом был Нужно Нужно отходить В итоге Салент Он на самом деле Стоял и Агрил их до последнего Они подошли В очередной раз Находит Дазла Леон не дотягивается Хиксов И ребята уходят Да Стан у нас мимо Салент еще думает Может быть напасть И на самом деле Не нападет Да Нападает на Ван Скоро Ван Скоро у нас забирает Тут тем временем Хвост находит Алоху Но в ответ Он встречает Резолюшена И Йоку И неужели Отпустит Нет Дает все таки РП Подходит сюда Салент Вяжет хвоста И это Минус 2 Ну Смог был разбит На Варде Изначально Поэтому Эмпайр все Прекрасно знали Прекрасно знали Что выход Троих героев Еще так Немножко поиграл С ними Салент Ну и в итоге Минус кэри И размен с упортами Все в пользу Империи Абсолютно Ничего не могут Противопоставить Нави имперцам Вот все Что они делают Эмпайр Либо читают Либо как-то Предвидят Либо просто Нави преследует Какая-то неудача И в итоге За всю игру Я честно говоря Не помню Ни одного Прямо такого Действительно Хорошего выхода От Нави На самом деле Он будет Я могу сказать Что как только Винга с Леоном Получат 6 лвла Будет суперкомбинация В виде свапа Плюс хекс То есть И Леону Не нужно идти Ну Не нужно палиться Или куда-то Идти первым И тогда Можно будет Спокойно забирать Но пока этого нет Нужно ждать Нужно выжидать В итоге Габлак наконец-то Принял серьезное решение И решил Нас взять Снизу тавер Точнее В центре левел Снизу тем временем У нас Сайлент Напал на Вингу И стянул сюда хвоста Винги 6 У Сайлента Маловато мана И Сайлент Сейчас может Но не верит Что он один Такое ощущение Да здесь Ванскор слишком Аккуратно сыграл Если бы пошел То сейчас Сайлент бы Скорее всего Умер Я уверен Что ему очень страшно Единственное Кому не страшно Это лохи сверху Пока его забрал Снайпер с веником Но я уверен Что им на самом деле Страшно Потому что Они не видят Многих героев И при этом Тауэр рядом Они вообще ничего не видят Вот посмотрите На Вижн команды Нави Они видят только Вот эту речку Но снизу Особо ничего не видно Сайлент возвращается На реминанте Ему дают станчик Ой-ой-ой Как Джаггернаут Больно бьет с руки Сайлент в итоге уходит С трех ударов Практически все хп потерял Сайленту не стоит забывать Что Эмбер Спирит Это герой Который С физическим уроном Очень плохо дружит На любой стадии игры В принципе И даже несмотря на то Что Джаггер От него немножечко отстает Биться с ним Один на один Ну точно не стоит Тем временем У Фобоса могут быть проблемы Цепляют его фиссурой Йоку Йоку дает РП Будет ли вывозить куда-то Вывозит под Тавр Нет До Тавра не дотягивается Фобос дает ультимейт Получает ультимейт Шейкера в ответ Ну и забрали здесь Фобоса А тем временем Джаггернаут Нет Это снайпер Под Момом Пытается расстрелять Дазла Дазла живет Джаггернаут Во вражеском лесу Кого-то ищет Просто начинает Его здесь фармить Иван